Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Новоселов прибыло. Переселенцы из аварийного жилья получили ключи от новых квартир. На счетчике. Чебоксарские депутаты обсудили задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Поддержка рублем. В будущем году многодетным семьям вернут денежные пособия. Сегодня глава республики побывал в Урнарском районе. Там прошло сразу несколько знаменательных мероприятий. Урнарский мясокомбинат отметил свое 60-летие. Крупнейшее в сфере переработки предприятие всегда держит марку качества. Этому помогают современные технологии производства. Собственные фермы дают гарантию экологического сырья. Комбинат постоянно расширяет свои возможности. Михаил Игнатьев побывал в новом коровнике, на базе которого займутся воспроизводством новых пород. Сегодня же районные подразделения Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин получили ключи от автомобилей «Лада Гранта». Платить или не платить за капремонт? Этот вопрос долгое время не давал покои жителям многоквартирных домов. Но когда люди увидели первые результаты работы этой программы, ситуация кардинально изменилась. Платить по квитанциям стали охотно. Так, за три года в региональный фонд капремонта собрано около 2 миллиардов рублей. Во время рабочей поездки по столичным адресам глава республики увидел, на что уходят средства капремонта. Новые крыши, лифты, электроснабжение, водопроводные и канализационные трубы. Все, что пришло в негодность, отремонтировано или заменено. Всего в республиканской программе капитального ремонта участвуют 5000 домов. Это половина всех многоэтажек Чувашии. Каждый пятый многоквартирный дом в регионе уже отремонтирован. Это более 2 миллионов квадратных метров жилья. Эти цифры были озвучены на итоговом совещании. У общего количества домов отремонтировано 1 тысяча восемьдесят девять. Это практически, можно сказать, каждый пятый дом получил капитальный ремонт по тем или иным направлениям, которые включены в нашу программу. Сомнения у иных жителей постепенно стали пропадать, когда они увидели, какой ремонт делается у соседей. Значит, программа работает и есть смысл платить по квитанциям. Большую роль в этом деле играет активность собственников. Есть дома, где собираемость взносов составляет 99%. Порецкий район можно поставить в пример остальным, подчеркнул глава Чувашии. Столица республики занимает третье место в этом негласном рейтинге. Но такая ситуация не везде. Так, в некоторых муниципалитетах капремонт оплачивает только 50-60% жильцов многоквартирных домов. Низкий процент оплаты отмечается в городе Шумерле, в Красночитайском, Марпасадском и Аликском районах и в городе АллатРе. В рамках реализации краткосрочного плана по капитальному ремонту до конца декабря запланировано отремонтировать 273 многоквартирных дома на сумму 887 миллионов рублей. Особое внимание надо уделить замене старых лифтов. Некоторые из них отработали уже более 30 лет. С этим напрямую связана безопасность людей. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Долгожданный подарок. Сегодня 15 чебоксарских семей получили ключи от новых квартир. Все они будут проживать в недавно построенном доме на улице Богдана Хмельницкого. Неустроенная жизнь в ветких бараках закончилась. Печное отопление, постоянно протекающая кровля, удобство во дворе, вода из колонки. Все это теперь осталось в прошлом. На вручение ключей от новых квартир чебоксарцы пришли целыми семьями и даже с друзьями, которые с удовольствием разделили с ними радость переселения. Этого момента ждали долгие годы, считали дни, часы. С гордостью смотрю на вашу проделанную работу, то, что вы делаете, стараетесь. Спасибо вам большое за твердое ваше слово, такое мужское, знаете, сказал, сделал. Спасибо большое за красивую площадку детскую. Правда, она очень обалденная. Детки будут очень рады. Четвертый этап программы переселения граждан из аварийного жилья в республике успешно завершен. Указ президента, который был подписан 7 мая 2019 года, мы с честью исполна выполнили. И вот последние квартиры, последние дома сегодня празднуют Новоселье. Цена вопроса, если взять в общем по республике, это более чем 5 миллиардов рублей. Сегодня всего почти 13 тысяч граждан Российской Федерации переселяется. Всего в новый девятиэтажный дом переедут около 200 семей. Супруги Чечневы первые получили ключи. Раньше жили в двухэтажном бараке. Нового жилья ждали 20 лет. Квартира полностью готова к заселению. Свет, линолеум, обои, подведены отопление и вода. Плюс подарок – электроплита на кухне. Честно, не верилась. Мне до сих пор не верится. Я не понимаю еще, как это у нас новые ключи. Сейчас всю делегацию проводили. Всех людей, кто приходил смотреть квартиру. Квартиру закрыли. С мужем вдвоем остались. Друг на друг смотрим. Неужели все новые квартиры? За время действия программы с 2012 года в Чувашии новое жилье получили около 7 тысяч человек. Сегодняшний день стал для новоселов отправной точкой новой жизни в уюте и комфорте. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика. С 1 января 2018 года все многодетные семьи в Чувашии будут получать ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей. Владимир Путин внес изменения в указ о мерах по реализации демографической политики Российской Федерации. Выплаты многодетным семьям – тема не новая. В Чувашии с 2013 года при рождении или усыновлении третьего и последующих детей их ежемесячно получали семьи, в которых доход был ниже среднедушевого денежного дохода населения республики. В 2016 году Чувашия перестала соответствовать критериям софинансирования из-за хороших демографических показателей. Поэтому программа прекратила свое действие. Главой республики не раз поднимался вопрос о целесообразности пересмотра коэффициентов по отношению к регионам, для того, чтобы можно было возобновить вопрос софинансирования. Михаил Васильевич не раз встречался действительно на федеральном уровне, поднимал дальнюю проблематику. И на сегодняшний день результатом является то, что Чувашская республика с 2018 года включена в данную программу. И более того, если говорить о цифрах, уже приблизительно около 8,5 тысяч детей будут получать ежемесячные пособия. Стёксовы – дружная и многодетная семья. Пока папа на работе, девочки помогают маме по хозяйству, а в свободное время играют в любимое лото. Мамы не нарадуются, растут настоящие помощницы. Совсем скоро в семье ожидается пополнение. Всегда хотелось с детства иметь троих детей, но получается, я даже четвертого теперь жду. И опять, наверное, девочка. Дополнительная ежемесячная помощь в размере 8 тысяч рублей многодетной семье будет как раз кстати. Несколько лет назад Стёксовы уже получили от государства земельный участок. На нем они планируют построить собственный дом. Если это будет, то очень хорошо. Я буду очень рада. Тем более сумма хорошая. Пособие будет выплачиваться из федерального и республиканского бюджета до достижения ребенком трехлетия. Татьяна Филатова, Дина Кустова, Сергей Адушкина, Республика. Сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии встретился с журналистами. Вопросов у прессы накопилось много. Как будут решаться проблемы троллейвостного управления? Можно ли предприятие избежать банкротства? Не пострадают ли пассажиры после транспортной реформы в столице, которая коснется в первую очередь частных перевозчиков? Работа с городом идет очень плотная. Что касается транспортной реформы, все идет по плану. Она была начата с принятия документа планирования. И в полном объеме она начнет работать с 1 июля 2018 года. Что, что отдельные средства массовой информации пытаются развести эти моменты, я думаю, это не справедливо. Глава как-то высказался о том, что те права, которые предприниматели имеют, их не надо ущемлять. Но это ни в каким образом не идет вразрез с остановкой транспортной реформы. Транспортная реформа продолжается. И то, что ряд предпринимателей подали в суд и пытаются получить карты маршрутов и свидетельства, это параллельный процесс. И если даже они их получат и, скажем, выиграют в судах, то в таком случае документ планирования позволит работать по системе реформирования транспортной системы города Чебоксара, как и запланировано. Серьезную проблему решили обсудить депутаты Чебоксарского городского собрания. По не очень хорошей традиции в начале отопительного сезона особенно остро встает проблема задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. В октябре они достигли 907 миллионов рублей. За год эта сумма увеличилась более чем на 100 миллионов. Практически все управляющие компании задолжали поставщикам воды, тепла и электричества. Более 650 миллионов должны за тепло и горячую воду. Эти услуги предоставляют чебоксарцам Т-плюс и коммунальные технологии. Если перед КТ долг 80 миллионов, то перед Т-плюс уже 590. В компании работают с неплательщиками основная мера – обращение в суд. Но есть и другие варианты. Мы готовы предоставлять рассрочки управляющим компаниям, заключать мировые соглашения в судах. Но только в том случае, если предоставлена управляющей компанией гарантия. Это либо залог доли, либо гарантия собственника. То есть какие-то такие материальные вещи, которые будут чувствительны для управляющих компаний. Многие чебоксарцы платят за ресурсы напрямую поставщикам, но даже это не спасает от долгов. Сейчас по закону расходы на общие домовые нужды начисляются в квитанции в графе «жилищная услуга» и идут через бухгалтерию управляющих компаний. Представители последних считают, что долг растет за счет недобросовестных плательщиков. Крайними в этой ситуации остаются ресурсоснабжающие организации, ведь по закону они не могут отключить воду или тепло. 21 миллион долг населения. Вот отсюда долги наши. Больше всех долгов в городе накопила управляющая компания «Реаллюкс». При этом долги из года в год растут, а собираемость – 98%. Такая ситуация вызывает у специалистов подозрения. Перед ПАУТ-Плюс просроченная задолженность составляет 89,8 миллионов рублей. Перед Водоканал – 3 миллиона рублей. Перед Энергосбытовой компанией – 5 миллионов рублей. Представитель «Реаллюкс» навстречу не пришел. По мнению директора другой управляющей компании «Вертикаль» Светланы Лясиной, проблема многих коллег – недобор средств за горячую воду. Я уверена, вам могу сказать, что это не вывод денег. Это сегодня горячая вода, которая постоянно ежемесячно остается в недоборах. То есть мы подписываем счета фактуры от ресурсника одну сумму, а выставляем население другую. И разница остается у нас в каком-то там образе. То есть мы ее ни начислить не можем, ни оплатить. Руководитель коммунальных технологий Дмитрий Крюков такую проблему признает. Несовершенство законов приводит к встречам в судах. А представитель госжилинспекции утверждает, что если правильно заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями и наладить систему экономии, то можно избежать неконтролируемых потерь. Есть некие проблемы. Сегодня говорим о том, что где-то идут перетопы, где-то просто люди платят за воздух, потому что температура выходит одна с котельной, пока доходит до дома, температура становится другой, и получается кассовый разрыв определенный. Такой перекос есть. Не везде, но он есть. И сегодня эту проблему мы тоже пытаемся решить. Это очень сложный механизм. Его нужно будет и законодательно решать, потому что закон пока один един для всех. Сейчас депутаты и ресурсники предлагают создать черный список из недобросовестных управляющих компаний, а затем выйти с предложением в кабинет министров, чтобы такие организации лишать лицензии. Татьяна Молокова, Сергей Адушков, Республика. Состоялось очередное координационное совещание при главе Чувашии по обеспечению правопорядка. На повестке дня злободневные темы – борьба с нелегальным оборотом алкоголя, незаконной миграцией и трудовой деятельностью иностранных граждан в республике. К сожалению, не все зарубежные гости приезжают в республику с благими намерениями. Они совершают десятки преступлений, число которых практически не сокращается. Но безнаказанными нарушения закона не остаются. Приезжие иностранные граждане, как правило, это украинцы, которые въезжали на один, на два, на неделю, в последующем уезжали после совершения преступлений. Если говорить об общеуголовных преступлениях, то здесь мы имеем весь комплекс преступлений, которые характерны для граждан России. Это и кражи, и побои, и грозы убийств, и преступления экономической направленности. Наибольшее количество мигрантов приезжает также из Узбекистана, Таджикистана, Армении, Молдовы и других стран. Общие сложности в республике состоят на учете более 6 тысяч иностранных граждан. Главная проблема – низкий уровень знания русского языка, незнания основ истории и культуры России. В связи с этим проводится постоянная работа по адаптации мигрантов, помощью в оформлении документов и мероприятий по предупреждению преступности. Незаконный оборот алкоголя – еще один вопрос повестки дня. По состоянию на 1 октября в республике действуют 650 организаций, которые реализуют продукцию более чем в 3000 объектах торговли и общественного питания. Все они находятся под пристальным вниманием правительства. В рамках внеплановых проверок рассмотрено 450 заявлений. На 16 организаций из них было отказано от выдачи лицензий и переоформления лицензий. Кроме того, мы совместно с прокуратурами Чувашской республики, с межрайонами прокуратуры Чувашской республики проводим мероприятия. В текущем году тоже проведено 21 мероприятие, в ходе которых были обнаружены нарушения лицензиона требований его пяти организаций. Сегодня наложены административные штрафы. На сегодняшний день в республике работают 11 оптовых складов алкогольной продукции. Контролировать поставки не так просто. Глава республики призвал сократить их количество. Нам нужно, наверное, в республике 3-5 оптовых складов, которые взять надо под контроль буржевский. Остальные они не нужны. Количество контрафактной продукции в Чувашии значительно сократилось и на сегодня не превышает 20% от общего оборота алкоголя. Татьяна Филатова, Игорь Зверев, Республика. Стрельба из пневматического оружия. В качестве мишени троллейбус. Инцидент произошел в начале октября. Неизвестные дважды выстрелили по окнам троллейбуса, где находились пассажиры. По счастью, стекла не разбились, а только растрескались, поэтому никто не пострадал. Чебоксарские полицейские смогли быстро задержать подозреваемого. Им оказался 21-летний молодой человек из Батаревского района. На стрелка завели уголовное дело за хулиганство. Сегодня Верховный суд Чуварской Республики удовлетворил апелляционное представление прокуратуры на решение Ленинского районного суда города Чебоксары, которым было отказано в применении меры пресечения в виде заключения под стража в отношении лица, который обвинялся в совершении хулиганских действий с применением пневматического оружия в городе Чебоксары. В связи с тем, что по данному делу возник широкий общественный резонанс, прокурор Республики взял данное дело на личный контроль. И по инициативе прокурора Республики правоохранительными органами было проведено ряд проверочных мероприятий, в ходе которого было установлено, что данный молодой человек причастен к совершению данных действий. Сегодня данный молодой человек был взят под стражу непосредственно в зале Верховного судачи Варской Республики. Меры пресечения в виде заключения под стражу избраны на срок один месяц. Сегодня в Республиканском диагностическом центре открылась межрегиональная научно-практическая конференция особенности оказания медицинской помощи пациентам пожилого возраста. На форум приехали терапевты, гериатры, неврологи, гастроэнтерологи, ревматологи из Татарстана и Мордовии. Главная задача новой области медицины, гериатрии – повышение качества жизни людей пожилого возраста и продление активного долголетия. В стране средний показатель дожития – 71 год. К 2025 году эту цифру планируют увеличить до 75. В Чувашии всегда внимательно относились к лицам старшего возраста. В нашей Республике более 17 тысяч человек перешагнули 80-летний рубеж, а 19 человек отметили столетие. Медицинская помощь людям этой категории особенная. В Республике открываются кабинеты врачей-геронтологов, работает стационарное отделение в Республиканском госпитале для ветеранов и инвалидов войн. Недосягаемых целей нет. Это доказали на практике участники конкурсов профмастерства для людей с ограниченными возможностями. В Чебоксарах впервые прошел региональный этап национального чемпионата «Обилимпикс». Около 40 участников со всей Республики показали свое мастерство в семи специальностях. С талантами знакомился Рифат Фаткулин. Сегодня все внимание этим ребятам. Среди них будущие повара, мебельщики, дизайнеры, художники по вышивке, массажисты и швеи. Всех их объединяет один девиз – быть лучшими несмотря ни на что. Эти ребята давно уже поняли, что тяжелый диагноз – не приговор, и многое в их жизни зависит от них самих. Цель этого конкурса – повышение престижа рабочих профессий среди инвалидов, повышение мотивации к профессиональному самоопределению людей с ограниченными возможностями здоровья. Лена Никифорова – самая юная участница в компетенции «Портной». Ей всего 17 лет. Шитьем занимается уже 4 года. Приехала из Мариинского посада, чтобы доказать, что она способна работать и творить не хуже здоровых. Мечтает в дальнейшем стать швеей. Ну, пригодится. И дома кто-то, если ремонтировать, там все такое. Укорачивать, усывать. Ну, пригодится. На дому очень хорошо. Можно на дому даже работать, заказы принимать. Есть трудности, конечно, ну, я справляюсь с этим. Условия для всех участниц равные. Одинаковая выкройка блузы, ткань и швейная машина. На работу участников приходят посмотреть и будущие работодатели. Сам работодатель сказал, что я сегодня посмотрел на работу этих детей. Они очень трудолюбивы, они очень аккуратны. И очень хотели видеть их на своем предприятии в качестве работников. Дети с инвалидностью ощутят себя нужными в обществе. И возможность у них будет трудоустроиться на предприятиях наравне с нашими обычными студентами. Анна Матвеева – инвалид первой группы с рождения. Отсутствие зрения никогда не мешало ей двигаться вперед и жить полной жизнью. Впрочем, в ее профессии глаза заменяют руки. Свою работу она в прямом и переносном смысле выполняет на ощупь. Массаж нравится тем, что я приношу человеку какое-то облегчение, можно сказать, даже удовольствие, расслабление. Как гласит восточная мудрость, слепой массажист на вес золота. Известно, что незрячие люди лучше чувствуют окружающий мир, так как они не могут опираться на его визуальную картинку. Хорошего массажиста можно определить по его рукам, как он работает. Если у него руки не зависают, он не теряется, он не думает головой, как работают руки, значит, у него все органично происходит, как бы само собой. Еще одна из интересных площадок чемпионата – резьба по дереву. Это особое искусство. А еще дерево – теплый и отзывчивый материал. Оно лечит. Так как профессия так и называется – художественная резьба, значит, развивает какие-то в человеке художные вкусы, художественные наклонности, значит, какие-то способности проявляет. Именно резьба по дереву, естественно, тут аккуратность, работоспособность, целительство миллионности больше, потому что чем больше делаешь, тем красивее делаешь, тем хочется еще больше делать. Победители регионального этапа будут представлять Чувашию на национальном чемпионате в Москве. Однако одно только участие в данном соревновании – уже победа. Рифат Фаткулин, Игорь Зверев, Андрей Спирдонов, Республика. В Сочи продолжается Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Сегодня на форуме День танца. О том, как он проходит в мобильном репортаже Ольги Пырочкиной. День танца. Игорь Зверев, Андрей Спирдонов, Республика. Игорь Зверев, Андрей Спирдонов, Республика. Я думаю, понятно, почему здесь, в коридорах медиа-центра Всемирного фестиваля молодежи и студентов все поют и танцуют. Ведь это тот вид общения, где совершенно не важен язык коллеги. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Пырочкина с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Игорь Зверев, Андрей Спирдонов, Республика. Продолжение следует... Продолжение следует...